Мы сегодня с вами продолжаем курс по практическим занятиям секвентной стратеграфии и сегодня рассмотрим связь геофизических данных, каратажных диаграмм с секвенциями и трактами. Для того, чтобы объединить эти понятия, нам нужно в первую очередь понимать фации, распределение фаций. Как эти фации, а мы все знаем, что геологический ГИС-проект дает нам отражение состава пород, мы сможем тогда увидеть изменения фации на ГИС-проекте или в ГИС-данных. Мы сможем привязать наше знание по фациям к этим данным, потом проинтерпретировать изменения фаций во времени и по площади, и, соответственно, прокоррелировать разные участки одного и того же района. Таким образом мы сможем объединить все эти данные. В первую очередь надо понимать распределение фаций. Для этого у нас есть такая замечательная картинка, на которой мы с вами можем увидеть, где какие фации примерно находятся. В первую очередь мы видим горно-складчатые сооружения, это континентальные фации. Дальше мы видим равнины, это флювиальные фации. Дальше мы видим дельты, которые мы часто выделяем. Дальше мы видим шельфовую область, склоновую область и самую глубоководную область. Здесь же мы с вами можем увидеть, что есть русло рек, по которым выносится материал, если мы говорим о тиригенном осадко-накоплении. Здесь же мы с вами можем увидеть, как эти русла в дельтах проградируют в сторону шельфа. Увидим, что шельф здесь достаточно широкий, но он тоже имеет градацию от мелкого, наиболее приближенного до относительно глубоководного шельфа. Видим склоновые отложения и видим, что на склоне формируются турбидиты. Они формируются на шельфе, по склону, по каньонам сходят и потом располагаются лопасти турбидитов, располагаются наиболее глубоководной части бассейна. Вот мы с вами увидели распределение фаций. Очевидно, что изменение положений фаций во времени и в пространстве связано с изменением статического положения уровня моря. Если уровень моря поднимается, то фации смещаются в сторону источников сноса, где у нас с вами горы. Если уровень моря падает, то все фации, которые мы рассматриваем, смещаются в сторону бассейна. Про это мы с вами все время говорили, что это связано непосредственно с изменением уровня моря. Мы здесь, в этом курсе, не рассматриваем, с чем связаны эти изменения уровня моря. Являются ли это статические колебания, которые мирового масштаба, или это глициальные, которые только региональные. Сейчас, в этом курсе, это не так принципиально. Нам надо понять, просто как отражается изменение уровня моря в фациях и в кисах, как мы это можем увидеть. Давайте еще раз. У нас была такая с вами в прошлых семинарских занятиях красивая картинка, которую мы с вами видели. Как распределяются фации на сейсмопрофиле, учебном сейсмопрофиле. В профиле мы видим алювиальную равнину, дельтовую равнину, видим склонные отложения и видим наиболее глубоководные отложения бассейна. Здесь мы видим с вами, как меняются фации. Мы видим речные фации, вот они у вас там показаны. Видим фации конусов выноса дна бассейна. Это у нас как раз и турбидиты могут быть. Фации внешнего шельфа. Мы видим, что есть внешний шельф. Клин низко... Фации прибрежной равнины. И прибрежной фации, соответственно. И фации трансгрессивного тракта. Это фации, которые формируются при поднятии уровня моря. Мы с вами говорили, что если мы рассматриваем комплекс отложений, комплекс фаций в определенной последовательности, то их мы объединяем в тракты. Но прежде чем мы говорим про тракты, надо понять, чем сложены эти тракты. А здесь мы говорим, что каждый тракт сложен пакетами парасеквенции. Что такое пакеты парасеквенции и парасеквенции? Во-первых, парасеквенции. Мы про это говорили в предыдущие семинары о том, что это мелеющие кверху поверхности. То есть поверхность относительно глубокого, относительно обмеления участка на короткий период времени. Если эти парасеквенции, сменяющие друг друга во времени, соответствуют тому, что относительно глубоководные отложения сменяются на относительно мелководные, мы говорили, что это пакеты парасеквенции, которые проградационные. Если мы видим обратную ситуацию, то мы говорили, что это ретроградационные пакеты. То есть, если у нас относительно глубоководные фации сменяются на относительно глубоководные, это ретроградационные пакеты. Если у нас фации сменяются от относительно глубоководных на относительно мелководные, и они проградируют сторону бассейна, мы говорим, что это проградационные пакеты парасеквенции. Есть еще трансгрессивные, как мы с вами видим, когда у нас скорость поднятия уровня моря настолько велика и настолько быстро происходит, что аккомбинационное пространство не успевает заполняться, и мы видим не накопление или даже эрозию за счет того, что аккомбинационное пространство прибывает достаточно быстро, а привнос материала достаточно медленный. И поэтому мы видим, в этом случае мы с вами можем увидеть либо ненакопление, либо в каких-то участках эрозию, либо конденсированные разрезы, которые укажут, что за относительно длительный период времени накапливается небольшое количество осадков. Значит, вот эти пакеты парасеквенции, да, еще раз, это мелеющие кверху поверхности, которые сменяют друг друга во времени. И мы с вами видим, что если у нас, вот смотрите, это у нас желтое, это прибрежные области, да, вот такое вот коричневое, светло-коричневое, это песчаники, или, если говорим о карбонатах, то это шельфовые равнины или флювиальные равнины, могут быть и шельфовые равнины. И вот коричневое мы видим, что это, здесь написано, мотстон, ну или это морские отложения, которые не обязательно могут быть карбонатные, могут быть и тиригенные. Да, и что в этом случае мы с вами видим, если говорим, что это прогрессионный пакет парасеквенции, мы видим, что осадка накопления происходит быстрее, чем прирастает площадь аккомодации, да, то есть это пространство аккомодации, то есть пространство осадка накопления. И в этом случае у нас происходит движение, накопление осадка в сторону бассейна, да, то есть мы с вами можем увидеть такую картину. Если мы видим, что смена вот этих парасеквенций, еще смелее, еще кверх поверхностей, происходит равномерно, да, что мы видим, что нет движения ни в сторону бассейна, ни в сторону суши, то мы говорим, что это агрессионный пакет парасеквенции, что скорость аккомодации, превращение аккомодации равна скорости осадка накопления. То есть мы с вами говорим, что в этом случае равновесная система, которая может часто и густо формируется либо на склоне, да, на континентальном склоне, а часто и густо это может быть связано с трансгрессивной поверхностью, когда у нас площадь затоплена, и на какое-то время происходит стабилизация, да, уровень моря поднялся, и скорость седиментации примерно равна скорости осадка, поднятия уровня моря, да, то есть мы с вами говорим, что это может быть и такая история. Есть ретрограционные пакеты, мы с вами про это тоже немножко говорили, что говорим, что в этом случае мы видим обратную ситуацию, что аккомодация, да, у нас скорее быстрее еще, чем скорость осадка накопления, да, и мы говорим, что смотрите, идет замещение, да, относительно мелкокаководных отложений на относительно глубоководные. То есть пакеты парасеквенции изначально, например, если в каждом месте мы пробурим скважину, мы увидим, что есть пакеты парасеквенции, миляющие кверх поверхности, но они закономерно изменяются, то есть прослойка вот это, как бы, грубозернистых материала, она значительно меньше становится, да, а как раз прослойка тонкозернистых или совсем мелкозернистых отложений становится больше. То есть мы видим, что объем мелководных отложений уменьшается, а объем глубоководных отложений увеличивается. И мы говорим, да, вот идет смена пакета парасеквенции в сторону суши, и это называется ретро-гравиационные пакеты, да, пакеты парасеквенции. Ну и то, что я вам говорила, что это вот аккомодационное пространство в заполнении осадками, мы с вами видим, что если пробурить скважину в разном месте, в разных местах, в одном и том же тракте, да, или в одной и той же секвенции, то мы с вами увидим, что заполнение осадками идет очень разное. В глубоководной части мы видим, да, что вот в этой части мы видим, что в нижней части у нас очень большое количество глубоководных осадков, которые замещаются относительно мелководными. А здесь мы видим, что тоже есть относительно глубоководные, которые замещаются относительно мелководными. Хотя сущность разная, да, то есть мы видим здесь как раз дельтовую равнину, да, например, а внизу глубоководные отложения, а здесь дельтовая равнина замещается прибрежными отложениями. Но сама закономерность, мы видим, что она сохраняется, да, это как раз и говорит о том, что независимо от того, в какой участке, как бы района, который мы с вами изучаем, мы смотрим эти парасеквенции, мы видим, что сама парасеквенция представлена как раз мелеющей кверху поверхностью, да, то есть от более глубоководной к более мелководной. И смещение этих вот как раз парасеквенций, которые здесь вот выделены, да, то есть тогда укажет нам с вами на пакет парасеквенций. То есть мы с вами увидим, что здесь будет меняться, например, вот группа B, да, на группу C, например, а группа A на группу B, тогда мы говорим, что это ретроградационный пакет. Если мы видим в обратную сторону, что группа B смещается группой A, а группа C смещается группой B, то это проградационный пакет. То есть мы видим просто смену, да, вот этих вот пакетов парасеквенций в разных направлениях, что и дает нам возможность говорить о пакетах парасеквенций от A-проградации, ретроградации или A-градации. Ну и если мы говорим про ГИСы, то есть мы говорим про отражение этих пакетов по геофизическим данным, то мы с вами видим последовательность. То есть каждый слой отражается, дает отражающую картинку, и здесь мы видим равномерное изменение этой отражающей картинки от наиболее. Видите, вот идет вверх, песчаники дают нам более яркую картинку, то есть вверх мы видим, что изменяется ГИС. Это указывает на том, что у нас идет пакет парасеквенции аградационный, то есть он равномерный, никак не меняется, то есть все пакеты парасеквенции одинаковые. Если мы говорим про вот эту часть, мы видим, что у нас идет обратное. Смотрите, от мелководной замещается следующий, где у нас большая часть мелководных отложений внизу меньше глубоководных. Потом в верхней части мы видим, что увеличивается доля глубоководных, а доля мелководных уменьшается. И последнее мы видим, что доля мелководных отложений значительно меньше доли глубоководных. То есть мы видим, что идет смена пакета парасеквенции относительно мелководных на относительно глубоководные. И это мы говорим, что это ретрограционный пакет. В этом случае, в верхнем случае, мы видим обратную картину, видим, что в нижней части мы видим, что относительно глубоководные отложения с небольшими прослойками относительно мелководных песчаников сменяются вверх по разрезу на более и более мелководные отложения. Это как раз говорит, что идет проградация, что наступление суши в бассейн и увеличение объема выносимого материала, то есть выносимого интеллигенного материала. То есть это проградация. Вот мы с вами видим по пакету парасеквенций, как меняется в ГИСах, то есть по данным ГИСов, как меняются отражающие поверхности. Мы говорим, что да, вот эта закономерная смена говорит нам о смене пакетов парасеквенций. И соответственно, мы с вами знаем, что эти пакеты парасеквенций можно привязать к трактам. Если мы говорим, что проградация, то, как правило, это тракты высокого стояния, когда у нас идет падение уровня моря, и характерны они для высокого стояния. Хотя в верхней части тракта низкого стояния проградационные пакеты тоже встречаются. Если мы говорим о ретроградационном пакете, то мы с вами говорим, что это, как правило, тракт, трансгассивный тракт, да, и частично тракт низкого стояния, когда мы тоже видим смену пакета парасеквенций ретроградационный. И аградационный комплекс, который характерен для крайно-шельфового комплекса, с одной стороны, да, для некоторой степени лоу стенда, когда у нас скорость седиментации может, извините, хай стенда, когда скорость седиментации может быть равна скорости падения уровня моря, да, и тогда мы говорим, что здесь тоже может формироваться тракты аградационные комплексы. Ну и эта картинка, которую мы с вами много раз рассматривали, как же на ГИСах можно увидеть, собственно говоря, вот эти наши парасеквенции и что они из себя представляют. Смотрите, очень характерно, да, что вот это вот в этой части, вот видим, да, что у нас смена относительно глубоководных на относительно мелководные. И вот верхняя часть, это в зоне перегиба рельефа, мы все время говорили, что вот бровка шельф, она характерна тем, что на ней накапливаются песчаники или более грубые материалы, чем нижележащие, потому что там активное волновое воздействие. И часто сохраняется более грубый материал. И эти вот эти вот как раз песчаники, они как раз и дают нам вот смещение этих зон, да, и дают нам пакеты парасеквенции. Но есть отдельная область, это вот там диоранжевая, да, это у нас врезанные долины, это русло рек, которое формируется при хайстенде, при тракте высокого стояния, и которое отражает как раз эрозию. То есть мы говорим, что сами они формируются, вот эти русла рек, да, формируются при тракте высокого стояния, а заполняется это русло, начинает заполняться при тракте низкого стояния. Когда уровень моря повышается до нулевой отметки, а русло рек это ниже нулевой отметки, то естественно в первый момент трансгрессии, да, когда у нас трансгрессивная поверхность возникает, мы говорим о том, что русло рек заполняются отложениями, это называется ингрессия. Да, и если флювиальная равнина, дельтовая равнина еще не заполняется, а заполняются только отдельные участки пониженные, да, и это очень четко обычно видно на диаграммах, да, как каротажных диаграммах, которые нам показывают, что здесь мощные пласты, они часто не выдержанные, да, они часто не имеют площадного распространения, да, вот такого, то есть они только скорее в такой вот узкой полосой идут. И мы говорим о том, что да, зато они хорошо выделяются, и по ним можно проводить границу между трактом низкого стояния и трактом, трансгрессивным трактом. Это вот первый день трансгрессии, когда у нас все заполняется, и когда у нас еще не настоящая трансгрессия, а ингрессия, заполнение пониженных участков рельефа. Ну, и если говорить о гис-диаграммах, о каротажных диаграммах, то здесь мы с вами можем увидеть, что милей еще кверх поверхности, да, вот они разные, в зависимости от того, где мы с вами смотрим. Мы видим, что они могут соответствовать тракту низкого стояния, трансгрессивному тракту, тракту высокого стояния. На этих отражающих, каротажных диаграммах мы с вами видим закономерную смену от относительно тонких осадков, мы не говорим о глубине бассейна, мы говорим о относительно тонких осадков к относительно более грубым осадкам. То есть мы говорим, что поднимается там уровень моря или падает уровень моря, да, обычно хорошо выделяется несколько поверхностей, которые можно обязательно нужно выделять, чтобы потом правильно проследить изменения пакетов парасеквенса. Это трансгрессивная поверхность, да, о которой мы с вами говорили, что после нее у нас шельфовые отложения, если это был совсем низкий уровень стояния, когда осадка накоплений шла только в бассейне на склоне, а на шельфе, да, или в долинах флювиальных мы видели эрозию, да, с одной стороны врезанные долины, с другой стороны. И вот эта трансгрессивная поверхность обычно хорошо прослеживается, поскольку мы видим, что появляются осадки, да, которые перекрывают вот эти эрозионные поверхности. И следующая поверхность, которая хорошо выделяется, и обычно ее тоже хорошо рисуют, это поверхность максимального затопления, потому что после нее начинается резкое изменение, достаточно резкое изменение кротажных диаграмм, когда мы видим, что относительно глубоководные отложения начинают меняться на более мелководные. То есть, имея две эти поверхности, да, трансгрессивную поверхность и поверхность максимального затопления, мы с вами можем уже оперировать какими-то данными, говорить, что идет смена парасеквенций, да, с пакетов парасеквенций, и отсюда смена уровня моря, изменение уровня моря, а, соответственно, изменение трактов. То есть, это очень важный момент, на который надо обращать внимание. Для того, чтобы мы с вами оперировали одними и теми же понятиями, то мы с вами, конечно, должны помнить про терминологию, которую необходимо помнить и знать. Ну и парасеквенции или парасеквенции, это последовательности генетически связанных геологических тел, ограниченных сверху и снизу поверхностями затопления, да, и коррелитивные им, соответственно, поверхности, да, то есть мы говорим, что мелее еще кверх поверхности, а опять потом начинается трансгрессия. Поверхность затопления – это поверхность, несущая следы быстрого увеличения глубины бассейна, о чем мы с вами говорили. Поверхность максимального затопления – очень важная поверхность, поверхность затопления внутри секвенции, выделяемая по максимальной площади затопления. То есть мы эту поверхность видим фактически во всех кротажных диаграммах, которые мы с вами будем рассматривать. То есть по этой поверхности, которая хорошо выделяется, мы с вами можем коррелировать наши данные, да. Секвенции, ну это мы все уже знаем, последовательности генетически связанных пород, ограниченные в кровле и подошве, сенитационным несогласием или коррелитивным им согласием. Если мы про это говорили уже много раз, я еще раз повторюсь, почему согласна-несогласна граница, очень важно понимать, где мы смотрим границу секвенции. Если мы смотрим ее в относительно мелководной части, в флювальной долине или в каких-то долинах, то мы с вами видим эрозию. А раз эрозия, то это либо отсутствие отложения, либо их даже размыв, да. То есть мы говорим, что здесь границы не согласны. Если мы рассматриваем эту границу в относительно глубоководном бассейне, да, то есть там на дне открытого бассейна, да, морского, то мы с вами увидим, что там будет последовательность не нарушенная, да, потому что уровень моря, хотя и падал, и поднимался, но все время существовал. И мы с вами увидим, что там, скорее всего, будет согласная граница, да. То есть это как раз говорим о том, что хотя граница секвенции, да, прослеживается во всех, как бы, зонах, да, фоциальных, но выглядеть она может быть по-разному. Ну и поверхность трансгрессивная, давайте еще раз, это эрозионная поверхность, покрывающая отсутствующие трансгрессирующие береговую линию. То есть это как раз говорим о том, что вот эта трансгрессивная поверхность, она тоже хорошо выделяется, потому что в наиболее глубоководной части мы с вами ее хорошо прослеживаем, а вот в мелководной части мы видим, когда вот эта эрозионная поверхность, которая у нас граница секвенции, перекрывается первым появлением отложений. Это говорит о том, что у нас появляется трансгрессия, да, первая трансгрессивная поверхность. Ну и системные тракты, мы про это уже говорили, что они связаны с относительным стоянием уровня моря и что совокупность одновозрастных осадочных пород, образовавшихся в течение одного какого-то цикла. Это может быть опускание уровня моря, это может быть подъятие уровня моря, неважно, да, то есть мы говорим о том, что они соответствуют определенному стоянию уровня моря. То есть это важные термины, которыми вы должны оперировать, которыми вы должны понимать. Исходя из этого, мы видим вот парасеквенцию, которую мы с вами можем выделить. Говорил, что она может быть разная, что может быть верхняя часть большая, да, присутствует средняя часть небольшая, нижняя часть, например, большая, ну, протяженная, и тогда это будет парасеквенция в каких-то глубоководных условиях. Если в относительно мелководных, то здесь мы можем увидеть и шельфовую зону, и дистальную шельфовую зону, то есть относительно глубоководную шельфовую зону, мелкую шельфовую зону, да, это уже проксимальную шельфу. И дальше уже пляж, да, что мы здесь видим? Здесь видим смену парасеквенции, в том числе, потому что, смотрите, в нижней части есть несколько парасеквенций. Это вот те самые серые, желтые, серые, желтые, серые, желтые. Вот каждая вот эта штучка, это и есть парасеквенции. И в нижней части мы видим, что пакет парасеквенции у нас какой? а мы видим что поднятие уровня моря потому что количество вот этих желтых прослоев то есть относительно мелководных песчаников там ну или глубоководных песчаник то условно песчаных тел значительно увеличивается вверх по разрезу да и такой же закономерность мы видим средней части такую же закономерность мы видим верхней части то есть это пакет пары секвенции которые указывают на поднятие уровня моря мы говорили что скорее всего это ретроградационный пакет пара секвенции то есть в целом это тоже все это можно рассматривать как одну пару секвенцию которая отвечает просто другому масштабу да то есть мы тоже можем сказать что если мы рассматриваем секвенции больше да то есть большего масштаба то все это мы тоже можем объединить в один пакет в одну пара секвенцию значит здесь мы с вами что можем увидеть что как изображаются пакеты пара секвенции обычно на караташных диаграммах но и на сейсмики да мы видим что вот видите милей еще вверх поверхности мы видим как они меняется что хай стенд а помню что что такое хай стенд это от низкого стоит от высокого стояния к низкому стоянию да то есть у нас с вами увеличивается доля телегенного материала грубозернистого да то есть идет обмеление lost and мы говорим что от низкого стояния к высокому стоянию мы говорим о том что повышение уровня моря что у нас увеличивается пакет относительно мелкий относительно тонких осадков и здесь мы хорошо видим что есть трансгрессивная поверхность когда смотрите резко меняется да что у нас вот пакета прямо становится и дальше трансгрессивный тракт когда говорим что вот объем грубо зернистого материала вели уменьшается резко увеличивается объем более тонких материалов да то есть мы говорим что вот как раз это указано вот на этой треугольнички и по верхняя граница это максимум флотинга мы говорили что она очень важная граница это граница максимального затопления когда у нас резко изменяется тип пара секвенции до тип накопления и это вот мы с вами вот видим на этой диаграмме который вот слева да вот здесь вот слева диаграмма и как мы это можем увидеть на наших пакетах пара секвенции если бы мы их с вами рисовали ну и то о чем я с вами говорил что да вот один такой вот один пакет может состоит из нескольких пакет пар секвенции стоит из многих пар секвенции которые вот они в лоу стенде в трансгрессивном тракте в тракте высокого стояния отражаются дальше о чем они говорят что они говорят от локальных чередованиях трансгрессии регрессий что у нас нет единого как бы процесса до что есть глобальное поднятие уровня моря но она идет если вы посмотрите на шкалу до трансгрессии регрессии то увидишь что есть общий тренд большой да а но он обычно осложняется более мелкими такими изменениями уровнем моря то есть мы можем говорить о трансгрессиях и регрессиях это такие глобальные вещи да когда у нас уровень моря поднимается или уровень моря падает но внутри этих глобально вот этого направления тренда до существует при остановке осадка накопления колебания уровня моря поднятие падение и вот колебания эти уровни моря это вот эти маленькие треугольнички которые мы с вами видим да это вот эти самые пара секвенции о которых мы с вами говорим но в целом в целом они составляют некую последовательность да вот эта последовательность и есть пакет пара секвенции который она может милей щек верху быть который отражает трансгрессию да если лоу стендом говорим что говорим затопление шельфа это трансгрессивные тракты мы можем выделить между ними поверхность по эрозионной поверхности до смене эрозионной поверхности на нормальную поверхность и мы можем говорить что этот пакет пара секвенции изменяется после границы максимального затопления это когда она граница максимального распространения до трансгрессии максимального затопления всей территории и после этого начинается новый пакет пара секвенции который уже показывает обратную тенденцию до что у нас относительно вот этот вот эти секвен пара секвенции они будут сменяться да что у нас относительно глубоководные отложения будут все время уменьшаться а доля относительно мелководных отложений будет увеличиваться и вот вот эта смена и даст нам пакет пара секвенции уже другой направленности да то есть мы все время должны отслеживать именно общий тренд ну и здесь очень важно при том чтобы мы вот рисуем до что мы говорим что каратажные диаграммы я не буду про них рассказывать поскольку наверное более подробно это рассматривается в курсе геофизических курсов где вам подробно об этом рассказывают какие есть каратажные диаграммы какого они типа как они показывают состав пород но здесь мы видим только общую закономерность до что песчайники и глины условно песчайники и глины и не говоря о том что они наполнены чем-то это это уже более детально мы сейчас рассматриваем более крупность связь с фазов с фациями да но что мы можем сказать смотрите есть вот песчаные тела вот видите да и есть более такие более ну как бы менее ярко выражены поверхности то глинистые но более тонкие тела может быть это тоже это ливролит аргелит но более тонкие тела и вот смена вот этих вот это же все как раз пакеты пара секвенции вот смена вот этого и дает нам возможность крилировать отложения что здесь очень важно смотрите если мы рассматривают это вот поверхность до максимального затопления смотрите вот это красный максима а вот трансгрессивная поверхность смотрите в двух скважинах мы видим нормальное увеличение а мощности вот этих отложений до более грубых а вот здесь у нас этому соответствует эрозионная поверхность но есть мощный пласт до мощный пласт тот более мощный хотя и находится более как бы мелководной части и у нас сокращенная часть вот здесь видите вот эту вот вот эту тонкой а здесь она сокращена это говорит что часть вот этих пластов они раде раваны а потом резко появляется мощный пласт каких-то более грубых отложений это говорит о том что здесь была врезанная долина да и что мы видим что заполнение то есть это первый день трансгрессии до заполнения осадков вот ингрессионное отложение вот этими собственно говоря трансгрессивными отложениями то есть когда у нас начинается трансгрессия да и заполняется понижение в рельефе если мы на посмотрим на них в реальности то мы увидим что это песчано-глинистые отложения часто и густо что это грубые несортированные косо-слоистые разнонаправленности слоистый часто с обилием органического детрита до отложения по бокам этой как бы врезанной долины и часто они выложены в центральной части более такими глинистыми отложениями до которые от отражают как раз то есть у нас есть боковые части русла и центральная часть русла где садок заказа накапливается более тонкий то есть мы с вами вот здесь можем можно было бы наверное прокоррелировать как-то по-другому и тогда это было бы неправильно да то есть мы бы не учли что уменьшение вот этой части до в двух а в третьем разрезе на практически отсутствует если бы мы напрямую провели то мы бы не выделили здесь временной разрез то есть мы у нас бы совпало например facie до границы facie но не совпал бы границы временная а нам важно отметить временную границу и фоциальную границу да то есть это на что нужно обязательно обращать внимание но и ей в более крупном масштабе когда мы имеем большее количество facie то здесь конечно мы с вами должны выделить очень важно в первую очередь границы максимального затопления то чего мы с вами начинаем танцевать да то есть от чего мы с вами отталкиваемся и говорим что после этого меняется пакеты пара секвенции до от ретроградационные на проградационные или иногда на она а градационным да и когда мы выделяем трансгрессивную поверхность это вот то 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 что синенькая здесь очень важно обращать внимание на закономерность то изменение facie в каждом разрезе то есть мы ее выделяем и дальше увидим что вот несоответствие вот вот этого и вот этого да и вот следующий вот следующий да что как раз указывает что в крайних западных до скважинах была эрозия до не накопление не то что не накопление именно эрозия часть отложения уничтожено да но зато сформировалась врезанная долина которая заполняется в первый день трансгрессии это очень важный момент на который нужно обращать внимание ну как границы секвенции мы с вами увидим мы с вами как раз говорили что границы секвенции она может быть резко может быть плавно и и в c например и в д мы видим плавные перехода мы видим плавные изменения то есть у нас согласно граница плавный переход от относительно глубоководных как более мелководным да и соответственно обратно если в зоне а мы видим резкий переход эрозионной поверхности это говорит о том что как раз это была какая-то более наиболее как бы мелководная части где у нас с вами осадка накопления было уничтожено да то есть было эрозии макова что часть осадков не сохраняется да и поэтому граница резко более резко также на карантажных диаграммах говорил да что очень важно отслеживать вот это как бы отсутствие да не сад как это сказать несоответствие близ лежащих скважин где мы с вами увидим что в одной скважине да вот в центральной скважине есть мощные пласты песчаных тел до грубо ну или грубо зернистых да а в западные восточные скважине то есть первые в третьей скважине мы видим несогласие да или видим иногда не не всегда видно эрозионное несогласие на карантажных диаграммах но видим например закономерное очень глубоководное отложение даты красном скважин что здесь в этой центральной скважине часть отложения отсутствует а вот эта часть которая эрозирована и поэтому мы рисуем вот эту врезанную и опять же на что обращаем внимание что она имеет очень локальное распространение что это не площадное распространение тоже говорит о том что это врезанная долина ну и те закономерности на которые мы должны обращать внимание например есть два варианта выделяющие пара секвенции некоторые исследователи выделяют милеющие к верху ну и вроде бы сейчас это уже утвердилась милеющие к верху поверхности это пакеты пара секвенции а некоторые следует или выделяет обратную закономерность то есть у нас идет от более грубых более тонким да тогда мы если говорим от более грубым более тонким это мы тогда выделяем с вами собственно границу максимального затопления да и говорим что тогда мы отталкиваемся от этой границы да если если мы рассматриваем эти варианты то есть мы с вами очень внимательно должны обращать на текстурные структурные особенности которые в общем-то по современные физические методы позволяют тоже увидеть обращать внимание на насыщенность пластов которые тоже в общем современное исследование геофизические тоже позволяют увидеть и увидеть закономерность то сменяющиеся которые мы с вами можем увидеть закономерность верхней милеющей поверхности тогда мы говорим о паре секвенции если например в мелководной части мы с вами увидим да приехать станете да видим что например каналы сохраняются они грубозернистые да они очень мощные про при лу станете мы видим что это фации которые более тонкие более состоящие из более тонких пород да и как раз мы видим что вот как раз смена идет собственно говоря одних пара секвенции на другие пара секвенции а вот в более удаленной части разреза да то есть если это у нас полу флювиальной долине а это более удаленной части разреза мы видим тоже хай стенд представлен уже не такими мощными полостами как здесь очередованием до относительно тонких и грубых отложений то есть смена относительно грубок мелководных относительно глубоководных на относительно мелководные отложения а в в лоу стенде мы видим в основном представлены тонкие до тонкой зернистые отложения то есть идет осадка накопления с редкими прослоями вот этих вот милейших кверху поверхности да то есть более грубых отложений здесь мы можем выделить другую закономерность да что если в хай стенде мы видим вверх по разрезу увеличение более грубой составляющей то в лоу стенде да мы видим от более грубых вверх по разрезу увеличение более тонких составляющих как раз говорит о том что идет поднятие уровня моря но и здесь соответственно анализируя эти как бы данные мы с вами можем скоррелировать до наши разрезы выделяя границы и выделяя пакеты пара секвенции и вот здесь изменения до флювиальных отложений на морские вот мы видим да сначала нас флювиальные отложения потом морские песчаники а потом морские ну глины да и видим смену вот эту пара секвенции она как раз показывает нам что это ретроградационный пакет до которые вот хорошо прослеживается на всех этих скважинах то есть мы могли бы прямую линию провести и тогда бы мы нарушили мы связали бы фаций и временной разрез у нас получилось бы прямая линия но что не было бы верно поскольку мы знаем что здесь идет смена пакетов пара секвенции и она указывает на изменение уровня моря соответственно фации тоже меняются в связи с этим то есть как бы ретроградирует сторону суши ну и если просто представить как это то есть мы это все пока теоретически если практически увидим то при хай стенде мы видим до что шельф как правило оголяется на нем осадка накопления не происходит или происходит эрозия да то есть небольшое осадка накопления или совсем отсутствует при нем формируются на склоне каньоны по которым сходит осадка накопления происходит и происходит турбидиты и они выносятся у нас в наиболее глубоководную часть до в бассейновую часть и осадка накопление происходит в основном либо в бассейновой части либо вот на склоне где мощность осадков невелика здесь же да если мы говорим про хай стенда мы говорим что вот где шельфовая равнина там скорее всего будет эрозия да да а на склоне и мы видим несколько разных фаций это может быть а фаз оползневых тел тел это может быть фазы русла каньона да то есть это будут разные фазы нижней части мы видим до лоу стенд когда начинается трансгрессия поднять уровне моря мы видим что видите склоновое отложение уже начинается поднять из заполнения до осадков видим что у нас есть заполняется шельфовая равнина и видим что русло рек да они тоже уже начинают как бы заполняться осадками да вот ближайшие дельта который видите здесь она да она сначала проградирует а поскольку уровень моря поднимается медленно а потом ретроградация происходит то есть мы даже в тракте низкого стояния можем какой-то момент увидеть проградирующим дельту не большие не такие большие как при хай стенде на но потом мы видим смену что у нас затопление шельфа и вот тут появляется трансгрессивная поверхность которая как раз указывает на то что шельф затапливается если рассматривать например дельта речного типа да то мы здесь с вами видим тоже несколько каратажных диаграмм вот в зависимости от того в каком части как бы вы пробурили скважину или провели ваше исследование то мы здесь видим что они резко отличаются да у нас есть центральный смотрите вот мощные песчаные тела в боковых частях да где у нас уже равнина там песчаные тела маломощные или практически отсутствует это как раз все указывает на то что а у нас русло вы от лару слова и отложения имеют вытянутую форму они не распространены распространены локально и имеет небольшую как бы мощность да и видим что резкая смена фаций да то есть резко смена фаций изменениям как раз указывает на то что это русловые отложения да здесь смотрите вот еще одно закономерное изменение здесь мы с вами можем увидеть что в зависимости от того да вот смотрите а b cd это разрезы куда мы попадаем и в зависимости от того куда мы попадаем g да это уже озерное отложение флювиальная равнина это совершенно другая история мы видим что насильно отличается например от разреза d где мы видим бар да где мы видим при русловые фации и соответственно видим что это мощные песчаные тела что характерно что на такой большой территории мы видим очень много разных фоциальных особенностей это как раз и говорит о том что мы с вами находимся в собственно в континентальной части и это характерно что когда у нас собственно говоря падение уровня моря до хай стенд и вот смена фаций на площади очень такая часто она оказывает на то что уровень моря очень низкий а для того чтобы вы могли это правильно интерпретировать надо конечно знать что такое альвеальная равнина дельтовая равнина что такое фронт дельты и про дельта да соответственно в зависимости от того где вы пробудете скважину да вы увидите разные типы отложений это очень важно понимать геологическое как бы до строение этой самой дельты и альвеальные равнины и дельтовой равнины и вот когда вы исследуете это в вашем большом разрезе увидеть до косо и еще расположение как бы этих смены фаций что тоже указывает на то что у нас здесь с вами идет изменение фоциальные изменения на площади до что очень важно если посмотреть разрез при устьевого бара да а мы с вами говорили что это вот собственно говоря вот это дельтовая равнина да то мы видим как меняется гамма каротаж как меняется средний размер зерен верх по разрезу до увеличение зерен идет вверх по разрезу а значит устьевой бар растет значит это формирование устьевого бара да значит это говорим о том что это луст хай стенд и видим изменения да и вот смотрите вот устьевой бар сформировался дальше идет дельтовая равнина да мы говорим что эта смена соответственно вот только что говорили что есть дельтовая равнина или алювиальная равнина да и в зависимости от того куда попадает ваши данные то есть мы говорим о том что это собственно говоря изменение уровня моря смотрите значит у нас сначала был бар а потом стала дельтовая равнина то есть это падение уровня моря это хай стенд ну и от этого мы с вами должны интерпретировать данные которые мы с вами имеем до частая смена фации не выйдет не выражен не выдержанности по площади и как раз все это помогает анализируя несколько скважин анализируя кротажные диаграммы да про интер правильно проинтерпретировать собственно говоря ваши отложения и соответственно выделить тракт и на основе принципа секвентной стратеграфии если мы посмотрим следующую модель да то есть у нас с вами есть еще раз дельтовая система есть и оловая система конусовы нас это уж совсем когда у нас есть грубообломочные материалы обессальная равнина прибрежная равнина и собственно дельтовая и речная система да даже здесь на этой блок диаграмме с вами видим что тип отложения будет разной видим что вы смотрите вот там где Береговая речная система, что у нас локальные песчаные тела, которые отвечают как раз руслу рек или прирусловым барам. И видим широкое распространение, это как раз дельтовая система, когда она более широкая, поскольку дельта может проградировать в сторону бассейна. И тогда из-за силы кориолиза у нас вдоль всего побережья формируется песчаные отложения, которые более выдержанные, более хорошо выраженные на площади. Ну и это тоже, о чем я вам с вами говорила, на что надо обратить внимание. Что у нас есть временные линии и есть линии фаций. И здесь мы видим, что при проградации, это у нас хайстенд. Мы видим, что временные линии и линии фаций не совпадают. Именно потому, что у нас есть косой наклон из-за склона, проградация дельтовых отложений и смена фаций во времени. Поэтому мы с вами видим, что несовпадение временных линий, то есть мы могли бы просто по времени нарисовать, тогда были бы неправы. И по фациям, мы могли бы скоррелировать по фациям, а могли бы скоррелировать по времени. Наша задача, чтобы не пропустить эрозию, не пропустить смену фаций, нарисовать, конечно, временные линии, и потом уже в них рисовать фаций. Ну и характерно то, что я вам сейчас говорила, озвучивала, что если мы рассматриваем с вами фациальные изменения в ГИСах, то мы с вами видим, что русловые фаций, прерусловые бары имеют вытянутую форму, не выдержаны во времени, имеют определенную закономерность, которая потом замещается флювиальной равниной, а вот пляжевые отложения, они более вытянуты, имеют площадное покрытие и совершенно другую систему фациальной изменчивости, что вверх по разрезу они становятся более песчаные, если внизу, в нижней части мы видим линзы глинистых отложений, поскольку только начинает формироваться проградация дельты, а потом она сменяется уже на нормальные фациальные песчаные отложения, то мы здесь как раз видим обратную как бы закономерность, да, хотя там и там мы видим как бы песчаных отложений большое количество, очень важно посмотреть, какой закономерный пакет пары секвенций. Так, если мы говорим немножечко, поговорим о глубоководных отложениях, что тоже важно, мы в основном говорили с вами про дельту, про дельта, флювиальные отложения, да, то здесь поговорим о глубоководных отложениях, что нужно знать, что, как происходит формирование песчаных глинистых толщ, как определить типы отложений по кернам и каротажу, да, размеры, формы, выдержанности песчаных тел, как правило, да, мы можем увидеть основные виды неоднородности и методы корреляции, да, давайте посмотрим. Значит, что здесь важно знать, немножко картинка кривая получилась, значит, мы видим все то же самое, но вот в этой части мы видим глубоководные конусовы носа, видим глубоководные части, да, в открытом бассейне и ополстневые структуры, то есть это вот эта часть, которую мы с вами будем рассматривать. Что важно здесь помнить, что большей частью у нас либо есть это циклы Боума, если мы про циклы Боума говорим, то это, конечно же, в первую очередь турбидиты, турбидитные отложения, которые характерны, если мы говорили с вами про тракт высокого стояния, и мы с вами смотрели картинку, что когда у нас тракт высокого стояния, то у нас формируется на склоне каньоны, по которым сходит огромное количество масс стригенного материала, или карбонатного, и которые имеют определенные закономерности в распределении. Что же мы можем сказать, какая здесь закономерность, что при сходе потока, еще раз напомню, что поток отличается от речного потока, потому что он сходит на водной подушке, да, он сходит вниз на водной подушке, поэтому потом медленно выпадает в осадок, отседая из этого водного как бы мешка, из этой водной подушки, и мы видим, что в нижней части у нас есть монолитный песчаник, характерно, что у нас есть здесь градационная слоистость, да, но мы увидим мощные пласты песчаников, потом мы увидим песчаники с горизонтальной слоистостью, у нас поток начинает медленно останавливаться, песчаники с волнистой слоистостью, когда поток уже замедляется, но скорость движения еще достаточно высока, и потом все это сменяется на песчанистую глину и глину, ну или взвеси, который, собственно говоря, является частью уже фактически остановившегося потока, который выпадает из взвеси, очень достаточно медленно оседает, да, часто и густо ниже лежащие верхние лежащие границы не согласны с эрозионными поверхностями, потому что поток при сходе, конечно, эрозирует ниже лежащие отложения. Направление потока может меняться, часто сохраняется, как бы, каньон, по которому они сходят, а вот направление потока, когда они распределяются по дну бассейна, может меняться, и поэтому мы можем увидеть неравномерное распределение песчаных пластов, да, из-за того, что у нас существует, так же, как и в речных системах, русловая система, к которому этот поток движется, и большие конуса-выноса, по которым вот эта звесь, которая снеслась, которая сначала нанеслась по потоку, начинает распространяться площадной, по площади, да. Вот эта картинка, про которую я вам рассказываю, да, у нас есть каньон, вот С, да, каньон, а есть следующее, это каньон, который уже сходит на дно бассейна, и потом идет распространение, собственно говоря, вот этих вот материалов тиригенного, огромной массы тиригенного или карбонатного материала по дну бассейна, да, то есть мы с вами видим совершенно разный тип осадка накопления, в каньоне мы видим грубозернистые, когда этот каньон замедляется, выходит на склон и подножие бассейна, мы видим, что здесь возникают такие похожие на русловые фации, которые мы видим в реках, да, тоже врезанные долины, но они заполняются несколько другой закономерностью, и если мы смотрим дистальную часть турбидитов, то мы видим, что это равномерное переслаивание песчаных и песчано-глинистых отложений разных потоков, которые накладываются друг на друга. Ну, и если говорить о характере русловых фаций, да, мы видим вот здесь, во-первых, мы видим на карантажной диаграмме, да, что вид на сейсмике, что это прерывистые субпараллельные тела, да, а потом, если на сейсмике, если на карантажной диаграмме это различные по уменьшению, по уменьшению зерности весь по разрезу, это потому, что мы говорим, что поток замедляется, да, и в первую очередь у нас выпадают наиболее грубые отложения, а потом уже наиболее тонкие отложения, то есть мы это увидим на карантажных диаграммах. Что можно сказать, что очень плохая возможность корреляции по карантажу, потому что эти, как бы, фации, да, русловые, они накладываются друг на друга, русла часто сменяются, мало того, что они меняют свое направление, так они еще и часто накладываются друг на друга, и вот это часто, как бы, накладывание, оно часто дает плохую отражающую поверхность, да. Ну и возможность корреляции по карантажу плохая, мы говорим, да, из-за того, что вот накладываются, и мощность отложений может быть очень разная, да, то есть мы говорим, что из-за того, что мощность пластов, из-за того, что они не выдержаны, корреляция очень нехорошая. Если мы говорим о подводных долинах, о фациях подводных долин, то, что мы здесь можем сказать, что здесь характерно такое вот чайкообразное, как здесь написано, субпараллельные тела, выдержанные от плохой до средним. Почему, да, потому что мы тоже говорим, что вот эти вот фаны, да, вот эти вот выносы конусов-выносов, они накладываются друг на друга, из-за того, что есть русло в этой части у нас с вами, осадка накопления меньше, а в боковых частях больше, да, поскольку там более медленно идет осадка накопления, из-за того, что они накладываются друг на друга, да, опять же, мы можем плохо коррелировать их между собой. Что можно сказать, что вид на карантажной диаграмме, он заглушенный, такие характерные зазубренные, и это указывает на то, что вверх по разрезу грубость материала уменьшается, да, это тоже как раз указывает на то, что скорость потока замедляется, да. Здесь чем отличается от предыдущего, что здесь как раз есть тонкое чередование переслаивания, да, песчаников-оливролитов, это как раз хорошо видно на карантажных диаграммах. И здесь же встречаются несущественные размывы и врезы, это как раз ответвление от основного русла потока, да, и которое может внедряться вот в этот вот фан, либо это может быть новое накладывание нового потока, но уже краешком, да, то есть как бы не центральная часть его проходит сюда же, а он может перекрывать, но другой частью. И это тоже осложняет, как бы, корреляцию этих данных. Если мы говорим о уже шельфовых отложениях, да, то есть как бы наиболее таких распространенных, то мы здесь видим, что на сейсмике, да, что это параллельные, слегка перекрывающиеся, выраженные по площади тела, потому что мы говорим, что это дистальная часть вот этих конусов-выбнусов. Мы видим, что на каротажной диаграмме это различные, они могут быть очень разные, но увеличение зерности вверх по разрезу. Почему? Потому что следующий поток перекрывает, и у нас опять появляется следующий, да, еще следующий, как бы более грубый материал, потом опять она медленно осаждается, опять следующий поток, да. И возможность коррелировать здесь средние, потому что они, ну, иногда даже дохорошие, потому что эти тела хорошо выражены по площади, да. Они преимущественно такие мощные, да, и цикличность бома у них характерная сохраняется. И единственное, что в них же можно увидеть вот характерные размывы и врезы песчаных тел, это новые русла, которые могут внедряться вот в эти площадные широкие дистальные части. Ну и здесь, когда вы будете коррелировать, да, ваши каротажные диаграммы, то, конечно, нужно увидеть то, о чем мы и говорили, что пакеты парасеквенции. Выделять то же самое, да, то есть мы с вами выделяем ретроградационный, проградационный и аградационный, которые тоже нам указывают на некую закономерность выносе материала в эту наиболее удаленную часть бассейна, да. Потому что если мы с вами увидим смену вот этих вот фаций, которые характерны для турбидитов, на фации глубоководного бассейна, который представлен в основном глинами или аргелитами или оливролитами, да, и мы видим, что уже фактически не существует турбидитной привноса вот этого закономерной смены, то есть мы говорим тогда, что это ретроградационный пакет. Если мы видим обратную сторону, что появляются турбидитные потоки, появляется смена, как бы появляется привнос тригенной составляющей, то это будет проградационный пакет составляющей. Значит, обращаем внимание, да, что здесь у нас есть временная последовательность, здесь прокоррелировано по официальной последовательности, но мы с вами помним, что если мы рассматриваем изменение фаций во времени, да, связанное с трансгрессией и регрессией, то такая, когда смена, ну, не совсем, скажем, правильно, да. А вот эта часть, когда мы видим, что смена фаций идет, да, изменение фаций, закономерное изменение фаций, мы его коррелируем по времени, и тогда мы с вами видим, что как изменяется, да, интерпретация, если у нас здесь с вами было параллельно, да, что, и тогда мы должны, как бы, прогнозировать, что это широкое распространение песчаников в таком направлении. В этом случае мы говорим, что у нас есть наклон, что у нас есть проградация или ретро-градация, и песчаники, соответственно, будут смещаться либо в сторону запада, в данном случае, или востока, да, мы говорим, что это связано с трансгрессией и регрессией изменения фаций, и это более правильный вариант, чем предыдущий, да. Ну и вот примеры интерпретации геофизических данных, которые мы здесь видим, пример проградации, да, на материале скважин, видим, что относительно глубоководные сменяются на относительно мелководные, или, например, вот это пример ретро-градации, когда мы видим обратную закономерность, да, когда, проинтерпретировав вот эти сейсмические данные, мы с вами сможем прогнозировать положение песчаных тел, это очень важно, где они находятся, и вообще фациальные закономерности во времени, да, то есть именно применяя метод секвентной стратеграфии, очень важный момент. И еще немножечко совсем о карбонатных осадках накоплениях, поскольку мы с вами говорили, что оно сильно отличается от тирогенного, поскольку карбонаты это особая материя, они формируются, инсити на месте, и изменение фаций, конечно же, тоже другое закономерное. Что мы можем сказать? Что есть аградационный комплекс, когда у нас происходит, да, тоже мелиющий кверху поверхности, но в этом случае мы говорим, что карбонаты растут, да, за уровнем моря, поскольку мы говорим, что если, ну даже, например, ну как самый легкий пример, это рифы, да, то рифы начинают расти за поднятием уровня моря, и да, если скорость роста рифов, да, или скорость седиментации будет равна скорости поднятия уровня моря, то мы с вами увидим аградационный комплекс. Если мы говорим про градационный комплекс, это другая закономерность, что, значит, про градацию, это наступление в сторону бассейна, что у нас скорость седиментации меньше, чем скорость поднятия или поднятия уровня моря, да, и в этом случае у нас будет отступающая ступень, мы говорим, что это другая история. Если мы говорим ретрогадационный комплекс, да, когда у нас наступающая ступень, это когда уровень моря поднимается, и наши рифы, ну, неважно, рифы или другие постройки, они стремятся за этим уровнем моря. Уровень моря растет быстрее, и поэтому они как бы интенсивно движутся в другую сторону, да. Ну, и есть комплексы прогрессионно-ретрогрессионные, когда мы с вами видим смену, да, вот этого расположения зерен, карбонатных отложений, да, то есть мы видим, как бы, размер, изменение размера зерен. Ну, и здесь, если мы говорим про трансгрессивный тракт, что мы с вами можем сказать, да, то есть, еще раз, трансгрессия, это поднятие уровня моря. И трансгрессивный тракт, это увеличение уровня моря, да, мы с вами видим, что изменения, да, какое здесь, смотрите, были здесь обломочные породы, которые формировались за счет разрушения карбонатной породы, теперь они не замещаются на относительно глубоководные. Здесь мы видели, например, вот в этой части мы видели отложения, которые формировались в относительно мелководной части, замещаются относительно глубоководными шельфовыми отложениями. Вот в этой части, в лагунной, да, например, мы видим, что появляются одиночные рифы, если это рифовая постройка, или относительно мелководные отложения, это особый комплекс микрофауны, не только микро- и макрофауны, которая живет в относительно, ну, в общем, лагунных отложениях, да, если мы говорим о трансгрессии, то есть если до этого было здесь при падении уровня моря, на этом месте могут формироваться эрозия, да, карстовые отложения, то при поднятии уровня моря формируются лагуны и характерные лагунные отложения. Если мы говорим при лу-лу-стенте, да, это при тракте, когда у нас уровень моря начинает, предыдущие говорили, что все затоплено, да, лу-стент, уровень моря начинает подниматься, вот закономерная система, которую мы с вами видим в нижней части, это обломочные, да, отложения или, как бы, те, которые, debris flow, которые разрушается карбонатная постройка и накапливаются отложения на шельфовой, ой, на глубоководной части или обломочные отложения. При поднятии уровня моря у нас, смотрите, относительно, да, рост зерен увеличивается, появляются, смотрите, более-таки мелководные отложения, которые как раз говорят о том, что уровень моря поднялся и на больше, ой, на части, где у нас не было отложений, возникли, собственно говоря, карбонатные отложения, которые там, в общем, не существовали, да, то есть, в принципе, закономерность мы видим та же, и единственное, что вот в этой части, в самой вот дальней части, мы видим, что здесь у нас с вами возникают отложения пляжа или разных условиях, если это аридный климат, да, то это одни типы отложений, а если гумидный, то это другое. То есть при аридизации у нас могут возникать сливые отложения, при гумидном климате, ну, или могут возникать сепха, а здесь при гумидном климате возникают отложения, которые такие песчано-глинистые, песчано-карбонатные, да, когда у нас возникает много зарывающихся организмов и, соответственно, определенная осадка накоплений. Ну и последнее, что мы с вами рассмотрим, это распределение карбонатов при хай-стенде, при падении уровня моря, да, видим обратную закономерность, да, что у нас всякий грубо обломочный материал, да, то есть грубо, ну, это может быть обломочное разрушение карбонатной платформы, перенос этих материалов на более удаленные части, да, смена, собственно говоря. Часто здесь на бровке шельфа, если мы говорим о карбонатных платформах с рифовыми постройками, возникают рифовые отложения, могут возникать ступени, которые показывают отступающие ступени, что уровень моря падает, да. Вот это все характерно для тракта высокого стояния при падении уровня моря. Таким образом, нужно рассматривать каждую закономерность отдельно для того, чтобы интерпретировать эти данные. Ну, наверное, на этом мы сегодня закончим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...